За рождение новой жизни это не только прекрасно, но и достаточно затратно. Расходы начинаются с обследований во время беременности, а с рождением малыша только возрастают. Государство поддерживает семьи, которые решились на такой ответственный шаг, как рождение ребёнка. Уже сейчас известно, сколько средств запланировано на выплату пособий по материнству до 2016 года. На 2014 год запланировано 44 млн. 244 990 рублей по МР. Для выплаты данного вида пособий на 2015 год запланировано 48 млн. 714 120 рублей. И, соответственно, на 2016 год запланировано 53 млн. 870 400 рублей. До 1 июля этого года размеры пособий по материнству будут выглядеть следующим образом. Пособие по беременности и родам для работающих женщин составляет 242 рубля 25 копеек. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медучреждение в ранние сроки беременности – 123 рубля 50 копеек. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка составляет 1824 рубля. Дополнительное единовременное пособие при рождении или усыновлении первого ребёнка – чуть более 3000, на второго и последующих – 3642 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в течение первых полутора лет для работающих или обучающихся матерей составляет 1045 рублей, для неработающих и неучащихся – чуть больше 332 рублей. Ежемесячное пособие льготным категориям граждан составляет 242 рубля 25 копеек, а компенсация многодетным семьям на ребёнка первоклассника насчитывает почти 1000 рублей. Пособие исчисляется из расчётного уровня минимальной заработной платы, соответственно, учитывая то, что размер минимальной заработной платы повышается, если говорить на сегодняшний момент, то размер составляет 9 рублей 50 копеек, то есть из этого расчёта соответственно исчисляется пособие. Уже с 1 июля 2014 года размер РМЗП будет составлять 9 рублей 80 копеек, ну, соответственно, сумма пособий тоже несколько увеличится. С 1 июля размер пособий увеличится. Таким образом, пособие по беременности и родам для работающих женщин составит 249 рублей 90 копеек. Единовременное пособие с женщинам, вставшим на учёт в медучреждение в ранние сроки беременности, будет 127 рублей 45 копеек. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка составит 1881 рубль 60 копеек. Дополнительное единовременное пособие при рождении или усыновлении не изменится. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в течение первых полутора лет для работающих или обучающихся граждан составит 1078 рублей, для неработающих и неучащихся будет 343 рубля. Ежемесячное пособие льготным категориям граждан будет выплачиваться в размере 249 рублей 90 копеек. А компенсация многодетным семьям на ребёнка-первоклассника вырастет на 30 рублей. Список необходимых документов, а также на какое пособие может рассчитывать конкретный гражданин, можно узнать в Центре социального страхования по месту прописки или на сайте Министерства по социальной защите и труду. Там же можно задать интересующий вопрос, на который эксперты Министерства обязательно ответят. Александра Комплеева, Павел Божонко, Первый Приднестровский.